МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире на Буральской обещательной компании информационная программа «Объектив». Сегодня среда, 20 декабря. В студии Альвина Бабкова о новостях сегодняшнего дня узнаем далее. Холодная голова, горячее сердце, чистые руки – главное качество сотрудников органов госбезопасности. Сегодня чекисты празднуют 100-летие основания ведомства. Лучшая в физкультуре и спорте Свердловская область стала лауреатом национальной премии в номинации «Регион России». Сегодня состоялось заседание Думы на Буральского округа. Главные вопросы – ставки арендной платы, план заседаний на будущий год и вхождение на Буральской думы в Свердловское региональное объединение «Депутатская вертикаль». На 50 счастливых детей стало больше в Новоральске. На УХК стартовала новогодняя благотворительная акция «Елка желаний». Смотрите прямо сейчас. Сегодня отмечается 100 лет со дня основания органов государственной безопасности. С 1917 года главная задача чекистов – иберегать страну от внешних и внутренних угроз. В этот день, 100 лет назад, постановлением Совета народных комиссаров для борьбы с контрреволюцией, саботажем, в Советской России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК. Ее первым председателем был назначен Феликс Держинский. Позднее ВЧК сменило множество названий – НКВД, ОГПУ, КГБ и ФСБ. С первых дней своего существования ВЧК защищала суверенитет и территориальную целостность государства, вела борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств, антисоветскими заговорами и многочисленными бандами. С новоуральскими ветеранами ведомства пообщался мой коллега Никита Евсеев. Наш город и наши градообразующие предприятия всегда вызывали огромный интерес иностранных спецслужб. Для того, чтобы тайны строительства комбината и технологии атомного разделения не попали в руки шпионов, на борьбу с ними встали сотрудники органов госбезопасности. Многое до сих пор остается под грифом «совершенно секретно». Но о событиях 60-летней давности уже можно рассказать. В Верхневенске был выявлен агент, который был завербован в 1946 году американцами, реперриант. Человек, который сдался в своё время немцам, работал на немцев, работал, расстреливал, был, в общем-то, человеком, который предал родину. Американцами его переворали и отправили с реперриантами в Советский Союз. Он сначала был в Хушке, вот в Хушве, а потом переехал на жительство ближе к нашему объекту, чтобы имелась задача, в общем-то, узнать больше о ядерном объекте. А в 90-х годах, когда мощнейшая держава развалилась, многим казалось, что она никогда не восстанет из руин. Однако, сотрудники органов госбезопасности стояли на страже интересов Родины. Часто, вопреки тенденции высших эшелонов власти, подружиться с нашими заокеанскими партнёрами. Когда американцы приехали сюда, они всеми силами стремились попасть туда, где самые секреты нашего производства. Доходило, их переодевали совершенно в другую одежду, но оставляли им рубашку и галстук. Они умудряли даже галстуком протирать приборы, мерить галстуком диаметр труб, делать на нём засечки. За ними наблюдали. Ну, смешно было, по большому счёту, конечно. Но то, что была активная разведывательная работа, постоянно велась. Потом они же завезли сюда 10 тонн контролирующего оборудования. Работать в наш город приезжали специалисты из разных регионов Советского Союза. И всегда это были люди-дела, профессионалы. Такими же молодыми и образованными приезжали в Новоуральск и чекисты. Геннадий Митин, работая в органах нашего города в 80-е годы, был направлен в немецкий Лейпциг, где занимался контрразведкой. Затем была ликвидация последствий на Чернобыле и многое другое. Геннадий Андреевич, отвечая на вопрос, почему стал чекистом, говорит, что по-другому быть и не могло. Мой отец тоже работал в органах, отслужил. Он начинал инженером-строителем, прошел Тхинскую войну, Отечественную войну и заканчивал в спецотделе Печерлага. Ну и мое желание было пойти по стопам отца. Хотелось совместить инженерную должность и так популярную в то время должность разведчика, контрразведчика, что осуществилось. Находясь на заслуженном отдыхе, ветераны городских органов государственной безопасности не сидят без дела. Воспитывают молодое поколение в духе патриотизма, встречаются со школьниками и студентами, рассказывают о своих трудовых, боевых буднях, с чего, конечно, уже снят гриф совершенно секретно. А еще на собственном примере демонстрируют, как нужно любить родину и оставаться ей полезным. Иначе нельзя. Просто, наверное, неинтересно жить и надо еще приносить пользу. Ту, которую мы в свое время приносили, служа в органах безопасности. Я просто не мыслю себя. И вот эти фамилии, которые я перечислил, ребята. Поэтому мы с удовольствием занимаемся. Нам на смену пришла достойная смена. Ребята, многие из них, в том числе и ветераны, участвовали в горячих точках, то есть отдавали свой долг. Хочется им пожелать отличной службы, мирного неба и в дальнейшей службе, чтобы все у нас было прекрасно. В органах правопорядка связь поколений очень важна. Особенно в ведомстве госбезопасности. Важно поддерживать ветеранов, вдов, сотрудников. Встречаться и общаться с действующими работниками органов госбезопасности. Все это есть в нашей стране. И не только потому, что у нас президент, чекист. Сто лет ВЧК, КГБ, ФСБ России. Ветераны и действующие сотрудники отметят с размахом. Это даст нам возможность повстречаться со многими ветеранами. Вы уже вроде недавно ушли, а уже более 20 лет, как на пенсии. Представляете, а с некоторыми и не виделись столько лет. Поэтому хочется с удовольствием пообщаться в Екатеринбурге, встретиться со знакомыми лицами, сотрудниками, коллегами. Можно по-разному относиться к работе сотрудников ВЧК, НКВД, МГБ и так далее, вплоть до современной ФСБ. Можно считать, что органы только репрессировали, сажали в лагеря и расстреливали людей. И никаких других задач перед ними не стояло. Но за годы Великой Отечественной войны в Свердловской области было разоблачено более 150 агентов, немецких шпионов. Было выявлено почти 7 тысяч дезертиров. Пресечены работы диверсионных школ и так далее. А в мирное время, сейчас, в современных реалиях, сотрудникам органов госбезопасности приходится бороться с наркотрафиком, мировым терроризмом и, как во все времена, пресекать деятельность шпионских подпольных организаций. У органов госбезопасности менялось название. Неизменной оставалась эмблема, оберегающий щит Отечества и карающий его врагов меч. Никита Евсеев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. Свердловская область признана лучшим регионом России в области физической культуры и спорта в 2017 году. Средний Урал стал лауреатом национальной премии в области физической культуры и спорта в номинации «Регион России». Диплом губернатору Евгению Куйвышеву вручил 19 декабря министр спорта России Павел Колобков. Евгений Куйвышев поблагодарил министра и членов конкурсной комиссии за поддержку и признание заслуг Свердловской области в спорте, отметив, что Средний Урал входит в число регионов страны, где уделяется самое пристальное внимание развитию профессионального и любительского спорта. «Мы предлагаем максимум усилий, чтобы закрепить за Свердловской областью статус территории здорового образа жизни, создать уральцам максимально благоприятные условия для занятий физкультурой и спортом, вырастить новое поколение спортсменов. Средний Урал по праву является командообразующим регионом России, мощной кузницей спортивных кадров. Уральская земля подарила миру немало чемпионов и призеров Олимпийских игр, победителей крупнейших международных соревнований. Мы гордимся и нашими прославленными чемпионами, и нашими юниорами». Лауреаты национальных номинаций в области физической культуры и спорта получают денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей. Стоит сказать, что регион победитель конкурса, национальные премии определяются путем суммирования баллов по следующим критериям. Золотые медали, завоеванные спортсменами субъекта федерации на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских играх, а также международных соревнованиях, проведение на территории региона международных всероссийских и физкультурных мероприятий, подготовка спортивного резерва, строительство спортивных объектов. В 2017 году в Свердловской области состояло 7 747 спортивных мероприятий, из них более 200 – межрегиональных и всероссийских, 11 – международных соревнований, 572 – региональных мероприятия. Общее количество участников мероприятий составило 1 миллион 900 тысяч человек. Сегодня состоялось последнее в выходящем году заседание Думы Новоуральского городского округа. Народные избранники обсудили ряд важных вопросов и составили план работы на будущий год. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год. Обнесении изменений в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Новоуральска. Такие вопросы в рабочем порядке решали сегодня думцы. А приятной новостью стало то, что Дума Новоуральского округа вступает в Свердловское региональное объединение «Депутатская вертикаль». Вертикаль для чего создается? Для того, чтобы более оперативно решать те или иные вопросы, которые сегодня возникают у местных дум. Потому что сегодня для прохождения документов и предложений, для того, чтобы принять какое-то решение или решить какой-то вопрос, достаточно много уходит времени. Здесь есть возможность напрямую иметь выход на ЗАГС собрания и ЗАГС собрания сразу на Госдуму по решению тех или иных вопросов или проблем, которые могут возникать в той или иной территории. Я считаю, решение абсолютно правильное. Его депутаты поддержали. Ну и мы будем выстраивать отношения, как ЗАГС собрания и с Госдумой, вот именно в этой системе. Я считаю, что мы готовы, потому что мы неоднократно, наша дума выходила с различными предложениями законодательного характера. И нам есть что сказать, нам есть что донести для того, чтобы принять то или иное решение. Подробнее о заседании думы и рассмотренных вопросов расскажем в информационно-аналитической программе «Объектив. Итоги». Сегодня прошла встреча почетных граждан Новорайского городского округа с главой Александром Барановым. Она стала завершающей в 2017 году по традиции. Такие предновогодние встречи проходят в различных учреждениях культуры. На этот раз все собрались в детской художественной школе. При своении звания почетный гражданин НГО является высшим признанием заслуг перед Новоуральским городским округом и его жителями. Сегодня в городе проживают 33 новоуральца, которые гордо носят такое почетное звание. Это люди, посвятившие свою жизнь развитию самых разных сфер города. Они работали на ОХК – в сферах образования, строительства, спорта, здравоохранения, культуры. «Каждый из них, кто может двигаться, кто еще более или менее ведет активный образ жизни, все они, безусловно, занимаются общественной работой». «Надо сказать, что администрация прислушивается, вот то, что вы видите, какой у нас тут почетные граждане, все руководители и так далее, да, и нормально реагируют. Критики очень много бывают, пусть обоснованы, не обоснованы, но власть прислушивается». На встрече с почетными гражданами глава округа Александр Баранов рассказал о сегодняшнем положении дел в городе, о социально-экономическом развитии, о возводящихся строительных объектах и многом другом. Почетные граждане – люди, неравнодушные к судьбе своего города, поэтому на таких встречах звучит много вопросов. Вот и на этот раз спрашивали об отоке кадров, ситуации в медицине, строительстве и многом другом. «Деревятые дома по улице Ленина, да, со строительством домов?» «Да, четыре домика планируем сносить». «Что там планируется строить?» «На месте снесенных домов ничего не будет, потому что по генплану города улица Ленина подлежит расширению. Возле школы сделаем там, наверное, парковку какую-то, да, на месте снесенных домов пониже сделаем какой-нибудь типа скверик какой-то небольшой. Ну, как-то облагородим эти места». Встречи с почетными гражданами проходят регулярно. Обмен мнениями и взаимодействие сторон позволяют не только вести диалог, но и принимать решения с учетом мнений уважаемых людей. «Их предложения очень полезны, они конструктивны, у них нет какой-то вот огульной критики. Они действительно, когда говорят, они предлагают конкретные вещи. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но это уважаемые люди, у них грамотное восприятие того, что сегодня происходит не только в стране, в городе, в Свердловской области. И они высказывают свои пожелания, предложения, которые, безусловно, очень важны для принятия решений». В завершении встречи для гостей провели экскурсию по художественной школе, показали уникальную иконописную мастерскую, выставочный зал. Отметим, что звание «Почетный гражданин», тогда еще Свердловска, 44, впервые было присвоено в 1974 году. В то время в числе первых награжденных были ученый-физик, академик, лауреат шести государственных премий СССР Исаак Кикоэн, строитель, начальник строительно-монтажного управления номер два Завен Джилавян, герой социалистического труда, участник Великой Отечественной войны Герман Фадеев. Всего же за 43 года звание «Почетный гражданин» было присвоено 71 новоуральцу. Анна Акрамова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. В конце декабря, в начале января будущего года врачи ожидают вспышку гриппа H1N1 в Свердловской области. Этот грипп больше известен как свиной. Как известно, его осложнением может стать вирусная пневмония. Подъем заболеваемости гриппом в стране врачи ожидали с конца сентября, но прогноз не оправдался. Отмечу, в этом году впервые в истории прививки от гриппа поставили 44% населения России. Пока при этом не удалось избежать подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В Свердловской области эпидпорог превышен на 13%. Случаев гриппа пока не выявлено. Что касается Новоуральска, то в нашем округе медики расценивают ситуацию как благополучную. Гриппа не выявлено. Случаев ОРВИ на сегодняшний день – 1086. Из них детей – 778. Взрослых – 318 человек. Дети от рождения и двух лет – 231 случай. Медики рекомендуют ставить профилактические прививки, а также употреблять витамины и меньше посещать места большого скопления людей. Эксперты назвали самую высокооплачиваемую работу в Свердловской области. В регионе в 2017 году самыми высокооплачиваемыми специалистами стали IT-специалисты. При этом IT-технологии входят в топ-5 самых популярных сфер. Самой конкурентной сферой в области стал домашний персонал. В этой отрасли в среднем на одно место претендует 13 человек. За домашним персоналом следуют топ-менеджеры. На одно место – девица искателей. Третье место в списке заняли госслужащие – 8,8 человек на место. По результатам статистики, больше половины соискателей в регионе – это женщины. А самый популярный возраст для поиска работы – от 26 до 35 лет. Известно также, что 63% ищущих работу имеют высшее образование и лишь 19 – средне-специальные. Большинство вакансий размещено в сферах продаж. За текущий год в регионе в этой сфере разместили более 534 тысяч резюме. Ранее сообщалось, что дворник, няня и сотрудник ЖКХ по результатам опроса россиян считаются самыми бесперспективными профессиями в стране. Почти 50 конвертов с самыми заветными мечтами попали в руки добрых волшебников Уральского электрохимического комбината. Для торжественного открытия милосердной акции «Елка желаний УХК» собрались работники, готовые исполнять новогодние желания маленьких мечтателей. Подробнее расскажет Ульяна Скрыгина. В самый волшебный праздник в году случаются чудеса, а исполнять желания помогают добрые люди. Новогодний корпоративный проект «Добрая елка» создан с целью помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной верой в чудеса. Совет молодежи УХК собрал письма и украсил ими новогоднюю красавицу «Елку». Первый конверт с пожеланием снял генеральный директор УХК Александр Белоусов. Далее его заместители и советники. А также к доброй традиции присоединились представители подразделений УХК, Объединенный комитет профсоюза 123 и приемная общественного совета госкорпорации «Росатом». Ждем, на самом деле, вот этой доброй елки с тем, чтобы даже в этот момент оказать такую необходимую помощь. Хотя вообще детям надо, конечно, помогать всегда. Желаем, конечно, им, хотим их поздравить с наступающим Новым годом. Ну и думаю, что даже не сомневаюсь, что мы выполним все их наказы. Акция проходит уже третий раз. Но с этого года дети написали не только о том, какие подарки они хотят получить к Новому году, но и рассказали, чем они увлекаются, чем занимались в течение года и кем мечтают стать. Каждый ребенок мечтает о своем. Творческие дети ждут подарков для создания будущих шедевров. Другие хотят защищать родину, а некоторые мечтают объездить весь мир. Эти ребята также любят помогать другим. А на Новый год хотят всего лишь сделать жизнь чуточку слаще. Каждый день делает зарядку и умывается. Он очень хочет получить клавиатуру для компьютера, у него она плохая. Сотрудники комбината с удовольствием откликнулись и пообещали, что исполнят пожелания ребят. Акция продлится по 26 декабря включительно, а после все дети получат свои новогодние подарки. Ульяна Скрыгина, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. Буквально через несколько минут смотрите еженедельную программу «Объективно о спорте». Мой коллега Виктор Малышев расскажет о последних спортивных событиях недели. Сразу после программы «Раздумья ЖКХ». Из нее узнаете о том, как власти предлагают решить проблему газоснабжения домов в старой части города. И почему жители этих домов не устраивают предложение администрации. А также о планах на 2018 год. Сколько домов будет отремонтировано по программе капитального ремонта. И как будет организовано взаимодействие подрядчиков с жильцами. Не переключайтесь. А на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова